Как правильно готовить Рамос Джин Физ? Год назад у меня на канале уже выходила такая горизонталка, где я 10 минут активно шейковал и матерился матом на пингвинов. Год спустя я решил повторить это видео, но на этот раз сделать все по-правильному и рассказать вам как раз историю напитка Рамос Джин Физ. Готовьтесь, видео будет длинное, потому что в процессе с шейкой я никакого монтажа делать не буду, и вы будете смотреть на мои страдания. Я специально надел сексуальную маечку, чтобы порадовать свою женскую половину аудитории и некоторую мужскую. Давайте уже готовить Рамос. Шейкер. Нихуя. Я нашел звездатый смесительный стакан, который, сука, грязный, как моя прошлая жизнь. Сейчас, простите, пожалуйста, я очень хорошо подготавливаюсь к своим съемкам, да. Оператор, кстати, у меня работает за бесплатно, представляете? Блогер, миллионник, владелец трех баров, а этот оператор бесп... Я пошутил. Бокал берем. Кинем сюда льда. Это пускай охлаждается. Откуда этот шейкер? Тоже сюда льда. 12 минут шейка со льдом. Блядь. Вот я сегодня перчаточки надел, конечно, но я думаю, что вряд ли меня это спасет. Шейкер замерзает, как собака просто. Мой замечательный барменеджер Роман сказал то, что вот две трети льда надо, чтобы сделать все четко. Четко делать будем. Полтос джина. А у нас лаймовый сочек есть? Накер лайм возьму лимон. По вкусу тоже, но дешевле. По классике идет 15 миллилитров лаймового сока, 15 миллилитров лимонного, но я сделаю небольшой твист. И без лаймового сока только на лимончике сделаем. Симпл, он же сахарный сироп, 50... 30 миллилитров. 30 миллилитров сахарного сиропа. 25 миллилитров белка перепелинового яйца из перепелиной курицы. 25. Если у вас нет вот такого белка, просто разбейте одно куриное яйцо, там как раз 25 миллилитров и будет. Нежирные 10% сливки, 50 миллилитров. Вместо воды из апельсиновых цветков мы добавляем апельсиновое эфирное масло, 2 капли. Ну а теперь 10 минут интенсивного шейка, let's go. Я еще не начал шейковать, у меня уже руки. Не, ну пока легко. Да. Ну а пока я шейкую, я буду рассказывать вам историю коктейля Рамос Джин Пис. Рамос Джин Пис был изобретен в 1888 году Генри Чарльзом Рамосом в Новом Орлеане. И у него было специальных 20 шейкующих парней, которые стояли за бордой стойкой, шейковали этот Рамос Джин Пис и передавали друг другу по очереди. Потому что руки звезда как замерзают. И дыхалка сбивается нахер. Я уже ритм не могу ловить. Я уже устал, прикинь. Ладно. А еще ебаный микрофон. Пусть лучше здесь лежит. О, о, четенько. Я вот так буду говорить. Вот так буду вам говорить. Мышцы уже забились. Дышим носом, дышим носом. Нет, херня. Сюда. Не перестаем. Шейкоем. Да твою мать, что я такой дохлый? Курить надо бросать, что ли? А есть какая-нибудь тема, как шейковать, чтобы руки не взбивались? А, хуй. Нет такого. Вот так. Я тебя не слышу, Ром. Ха-ха, подходи сюда. А-а-а. Серьезно, две минуты уже? О, надеясь, это там, что две минуты. Да. То, что две минуты, это, конечно, хорошо. Но я желаю приготовить именно в классическом стиле. Как делал этот великий Генри Чарльз Рамос, блядь. Садист какой-то. Ну да. У меня пальчики уже окоченели, нахрен. А-а-а. А-а-а. Мазафака. Так, не выпрыгивай, он выскакивает. Сука. Блядь. Ёбаная Настя. А-а-а. А-а-а. Проливается, блядь. Так, ладно, сейчас. Не вылезай, блядь. Все нормально. Все нормально, все нормально, все окей. Едем дальше. Нихуя. Да, блядь, да что ты проливаешься-то, а? А-а-а. А-а-а. Блядьская Настя. Прошу прощения, это я запикаю. А-а-а. Раньше я готовил этот напиток в злодейском баре, вот как только мы открылись, только за две тысячи рублей, потому что, ну, это было вообще неимоверное наслаждение. И только на некоторых мероприятиях, дабы позабавить народ. А сейчас бы, конечно, я такой коктеч приготовил бы только ну, а так же, штуки за две минимумы, только если бы очень сильно захотел, потому что после этого шейка ты вообще на день выпадаешь нахрен из работы и ничего не можешь делать. Черт. Фух. Сколько? Прекрасно. Оператор говорит, что прошло 4 минуты, и осталось 8. Меня сейчас очень здорово спасают мои перчатки, но вы знаете, они без пальцев, так что пальцем все-таки охренеть, как жестко. Они без пальцев, как и я, да, мои перчатки. Фух. Так. А это я еще, прикиньте, интенсивный шейк делаю. Это правда. Мой оператор говорит, что как только я закончу это шейковать, во мне будет 20 черных парней. Потому что шейкер-парни как раз были большие, черные, афроамериканские мужики, в которых было вообще куласть. Что шейковать? Кого шейковать? Сколько шейковать? Здорово, хан. Фух. Мать твою. Кстати говоря, вот так шейковать проще. Пока что, пока бицуха не забилась. Уже забилась. Да. Фух. Просто. Анонизм какой-то. Фух. Ну, а пока ты смотришь это видео, можешь заглянуть в холодильник. Вдруг у тебя там есть какой-то вкусный алкоголь. Приготовь себе коктейльчик. Или не обязательно алкогольный коктейльчик. Толей, наслаждайся просмотром, так сказать. А то, ну, ради ж тебя стараюсь. Фух. Ради тебя. По ту сторону экрана. Ля, Катюх, мне определенно 6 минут. Потрясающе. Мой оператор говорит, что половина, времени уже за плечами. То есть, хорошо. Блин. Фух. Мне кажется, я после этого шейка в натуре брошу курить. Тебе я завещаю свою электронку. Договорились. Пальчики мои. Такое ощущение, что будто вместо пальцев у меня окаленные провода под напряжением. Это вообще неприятно, ребята. Капец, как. Не. Не, не, не. Ну, это дичь какая-то. Если вот такой коктейльчик вводить именно прямо в бары для гостей, это реально надо хотя бы 5 шейкер-барменов, которые будут меняться там. каждые 15-20 секунд. Ну, потому что, ну, это звезда, ребят. Мне срочно нужно выпить ласточки для восполнения жизненной энергии. Ладно, нормально. Пока я с вами разговариваю и делаю вид, что как будто бы... А вы делаете вид, что как будто бы вам интересно. Я даже не задумываюсь о том, сколько времени прошло. Здорово, Шамиль. Привет, мой брат. Привет, дорогой. Ага. У меня плечи сейчас отвалятся нахрен. Фух. О, я начинаю потеть. Я... Я мокну, ребята. Мокну от ваших лайков, комментов, сердечек. Вот. От того, что вы меня смотрите, я... Я намокаю. Я намокаю для вас. По звуку, будто бы там весь лед уже растаял нахрен. Сколько? Четыре минуты, боже мой. Безло времени с одной стороны, с другой. Восемь минут мы уже прошейковали. Заживись. Капец. Подо мной уже лужа из моего пота. Откуда течет? Штаны, что ли, дырявые? Понять не могу. Кстати говоря, вот это упражнение три раза в день делать, спина болеть не будет. По крайней мере, руки точно, потому что я их уже не ощущаю. Ощущение, будто у меня сейчас не руки, а колбасные изделия. бескостные такие. Знаешь, баля-лямкуются туда-сюда. Фух. Ага. Ааа, страдания. Отвратительно. Все нормально, Джонни. Думай о хорошем. Думай о том, как ты закончишь снимать этот видос, замонтируешь, ребята посмотрят, им понравится. А еще они никогда в здравом уме, и уж тем более за бесплатный, не будут делать рамос-жирки с гостям. Две тысячи, ребят, минимум. Две тысячи минимум. Вы посмотрите на меня. Что я вообще делаю? В каком состоянии я сейчас нахожусь? Горло пересохло, капец. Сейчас, знаешь, с другой стороны в качалку ходить не надо. Вот так это упражнение раз в день делаешь, и в качалку ходить не надо. Присуха, кстати, напрягается. Будь здоров. Четко. Фух. О, третья ката. Дыхание воздуха, блядь. Нормально, второе дыхание открылось. Не, все, я устал выпендриваться, я буду шейковать как дрочь. Вот так. Вот так буду шейковать. Если что, я напоминаю, я не бармен. И шейковать я умею прямо на уровне новичка просто. Сколько осталось времени, Катюш? Доминго. Полторы минуты. Господи, как это приятно. Вы знаете, в планке, когда стоишь и такой думаешь, когда бы оно все это закончилось, это долбаная минута. Это... Блядь! Да ебаная Настя! Да ебаная Настя! Серьезно! Коль вы ржете, долбоебы, я вам сейчас лица сломаю, блядь! Сука! Похуй! Я спас! Я спас! Я спас! Я нихуя не спас! Блядь! Да похуй! Продолжаем! Продолжаем, продолжаем, похуй! Чуваки, принесите швабру! Ребята, принесите швабру! Черт, обидно, конечно, было. Сорян, что поднял голос, но вы меня сейчас бесили прям неэпически. Сейчас, как только я закончу видео, рекомендую вам убегать от меня, как можно дальше. Ладно, хан, ты можешь остаться. Шамиля, тебе я в зоопарк сдам, понял? Будь с обезьянами у меня сидеть. Ну и со мной иногда. Спасибо, Ромочка. Спасибо, благодарю, благодарю. А ты ее пока просто поставь, главное, чтобы не размести, да. Блядь, это было очень неприятно, сука. Сколько? Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, блядь! рамос, джин, физ, с грехом напополам сделан. Я его с радостью открою, как только снова могу ощущать свои руки. Дьявол, Гриша из Лангипаса. Привет, славяньки. Рад тебя видеть, Гриша из Лангипаса. У меня мозг обратно сейчас подключится к языку, и я что вообще я делаю со своей жизнью? Кто-нибудь мне объяснит нахрен? Во имя чего? Теперь вот это не надо, это выкладываем обратно. Бокал у нас уже охренеть как сука. Мои лапки, охренеть как он охладился четенько. Аккуратно, нежно, не проливая ни капли мы открываем шейкер. Нихера себе! Вот это он плотный. Пенку я хочу сохранить. Вау! Вот это Супремо! Ё-моё, мама ё! С того у нас получился один коктейль и совершенно внезапно осталось место еще для одного. Офига, я молодец. Ну давай, чтобы он был посимпатичней. Рука! Добавим сюда лед. Мама, проди меня обратно, пожалуйста. Если вдруг у вас нет коробки трубочки можете сделать вот так но гостям так лучше конечно не делать себе гостям не этот нож кстати я купил в переходе метро дошучу фореском конечно же но чё я это пить не могу к сожалению идите сюда можно все можно идите сюда пробуйте и мне нужно искренняя реакция искренне ничего страшного я тебя потом уложу вкусненько сладенько кисленько баланс на баланс не к не зря твои руки страдают я для тебя старался ты такой просто бодрый вот готов второй джинфиз а мне не надо вот рецепт у тебя есть готовь его дома если хочешь если не хочешь не надо кух либо можете прийти в бар и удивите приятно озадачить своего бармена но предложите ему хотя бы 2000 за этот напиток потому что это звезда чуваки о рома сказал за 2000 будет готовить так питер ломоносова 16 злодейский бар приходите к нам в гости и мой бар менеджер рома приготовит вам рамос джинфиз за 2000 я тебя за язык не тянул 100 джинфизов ладно вызов принят хэби металл чуваки все пойдем тебе шорсы снимать но покурить сначала надо я наверное брошу все таки